привет с вами снова владимир продолжаем как говорится эпопея обзора домов которые мы закончили коробки домов и закончили до нового года и вот данный момент крольщики заканчивают короба и вот этот дом в таком виде останется до весны снаружи он выглядит вот так подготовка под короба деревянная сейчас буду аккуратно идти тут извините камеру будет трясти но потому что в коператор нет снимаю дом с полуэтажом частично с полноценным этажом непонятно первый этаж где-то 11 на нет почти 12 на 17 вот так вот выглядит снаружи две гребенки вытяжек которые облицовывают мезонин так называемый дом сделан первых стены такой 25 сантиметров черного кирпича потом 5 сантиметров некоторых стенах некоторых чуть больше ппс а и опять 25 сантиметров крепче это инженеры считали тут сложный проект здесь внутрь двора эркер выходит который висячи на втором этаже на первом этаже терраса прикрытая навесом сейчас мы посмотрим что там делают кровельщики стучат мешают съемки производить это терраса по бетонным заглубленным столбиком сверху 10 сантиметров бетона конструктор как всегда придумал что здесь будет по грунту я сказал что по грунту все это полопается вот наши кровельщики работают лица скрывают все видите скрывает ну и хорошо пусть все скрывать этот навес они снутри только что мне сообщили будет тоже подшивать доской черновой а потом что-то тут будет происходить какие-то уже финишные покрытия на данный момент ну чё то все за финишное покрытие а сайдинг эльбрус сайдинг эльбрус металлопрофиль завода ростовского здесь они сделают сейчас подготовку под короба я такой водосток вешать не будете пока правильно пусть разбивает нашу отмостку мы и потом то раз зальем все что капала и замерзала сверху поразбивала отмостку с краев сейчас покажу вот тут видно там где не капала отмостка живая там где капала с крыши и замерзала немножко вверх покрошился но это отмостка черновая теперь зайдем как будет человек заходить в этот дом так зайдем и мы с вами здесь доме есть огромнейший подвал ну который как мы делали вы видели подвал с четырьмя пилонами с фбс амион вот здесь вот вот ляда в него и он вот под этими всеми двумя комнатами здесь две комнаты непонятно какого назначения окна хозяева для удовольствия рабочих зашили пока полиэтиленовой пленкой я так понимаю это будет шкаф стеной интегрированной стену какая комната для чего мы не знаем в проекте этого не написано мы работаем по проекту потом здесь какое-то маленькое помещение пособная не знаю что это но у канализацию да вроде бы не выводили и вот я так понимаю это будет хозяйская спальня опять же с каким-то помещением но я так думаю что это ванная комната которая будет уходить спальню здесь плиты причалены не на несущую стену она ригель этот ригель будет здесь скрываться шкафом фундамент тут ленточный далее сверху на ленточный фундамент монтировались плиты пока вот здесь еще одно помещение с большим окном здесь пока временно сетка лежит и проходим в каминный зал каминную залу как раньше говорили это самое большое помещение на первом этаже здесь санузел тоже который значит здесь санузел а здесь лестница бетонная является перекрытием этого санузла здесь так что здесь будет вообще запутался где санузлы и не санузлы я зря только это говорю так или иначе есть какие-то автономные маленькие помещения вот самое большое помещение на первом этаже здесь перекрыта плитами пока плюс монолит на консольный участок который вот туда выходит на террасу здесь же камин черновой виде все то есть черновой дом будет облицовываться дагестанским песчаником и черновой камин но набралицовываться будет мрамором как я понял шиберная заслонка два окна ну здесь мы опалубку сняли получилось качество поверхности приемлемая немножко обчистить деревяшки от наливший от сб здесь будет парапет который сейчас нету кирпичный и от парапета до эркера образующая второй этаж выносную часть его будет витражи вся идея это эркера в том чтобы в углах здания вот тут не была усиливающая металлоконструкции чтобы стеклянная часть эркера была очень воздушная навес сделан по трубе 100 на 100 профильной она является силовым ну как на нее опирается весь навес навес имеет сложное довольно таки сечение одна часть причалится на маурлат прикрепленных металлоконструкции другая причаливается в пазы в стенах в нише ну как это будет обыгрываться я так думаю кстати тут еще необходимо утепление так как хотя нет неправильно утепление нужно так как это будет все закрытом контуре дома и того несколько маленьких помещений на первом этаже одна каминная зала так сказать одно помещение похоже на спальню остальные непонятно какого назначения вокруг дома сделана отмостка вот в этой стене вот в этой где камин очень много вытяжек и вообще тут куча вытяжек в доме которые идут не только в стенах но идут собранные из канализованных труб из подвала идут аж в дальнюю части выходят сейчас покажу выходят за за контур дома изначально тут планировалась сложность тема рекуперации но хозяин не сошелся с этими рекуператор щеками и теперь он труба торчит видите серы теперь здесь никакой системы рекуперации нет будет простая система приточно-вытяжной вентиляции собранная в гребенке на крыше и в комнатах имеющие выпуске наверх которые будут решетками закрываться значит вот здесь между консольной частью монолита и просто прямой частью монолита здесь интегрированный ригель который немножко на 15 сантиметров опускается вниз на проем просвет этого огромного проема остальное он интегрируется прям 22 сантиметровую толщину перекрытия ну тут еще несколько монолитных участков есть вот монолитный участок почему-то по швелерам именно по швелерам не по двутаврам так было проектировано так и сделали вон монолитный участок ну то есть кое-где подлили тут лестница забежная забежными ступеньками поворотная не снимать опалку пока чтобы убивать ступеньки мы попадаем на второй этаж на втором этаже тут пока еще все сыро смысле планировки ну вот тут монолитный участок второй этаж перекрытие между первым и вторым также в основном плиты пока с монолитным вот этим участком и с монолитными участками вот один над техническим помещением один над коридором ну и всякие там в углу монолитный участок ну то есть старались сделать максимально спит пк из-за консоли здесь большая проем между плитами которая является консолью значит бутовался второй этаж где как где-то как всегда 25 сантиметров плюс утепление плюс 25 сантиметров кирпича где-то как вот здесь для экономии веса это инженер-конструктор все придумал значит в пол кирпича потом без ппс а два газоблока по 20 вот где стойки из кирпича они утеплены ппсом короче тут фунт при всем видимой простоте дома довольно сложный сделан проект вот такой полуэтажный дом то есть тут потолки примерно где я стою вот грубо говоря в метре в метре от будущих стен примерно два метра высотой а там все выше и выше но все равно этаж не полноразмерный и намного меньше чем внешний чем внешний контур дома площадь его маурлат 150 на 150 по моему на шпильках установленных выкладку не в армопояс потому что тут еще надо армопоясом поднято 5 рядов кирпича а именно вкладку довольно нормальное решение здесь мезонин так называемая 5 какое-то подсобное помещение но я думаю я думаю я проект не так не помню наизусть но тут еще будут какие-то перегородки что-то тут будет демонтироваться что-то тут временно на ну из деревянных вот этих стоек что-то будет демонтироваться что-то здесь на период просто технологические установки крыши до конца не знаю до кроличков спросить так что вот такой домик получился дом довольно большой приземистый один из запросов хозяев был такой чтобы при входе в дом не было ни одной ступеньки то есть никакого подъема над уровнем внешнего двора не будет никакого даже 5 сантиметров только хозяйка попросила чтобы не было и такая идея была вот хорошо видно вот вот смотрите вот уровень отмостки вот на три сантиметра где-то ниже чем уровень соколя кирпич на после чего будет ставиться вот сюда дверь она будет иметь высоту лутки и вот именно по высоте лутки будет четко вся отделка двора приходить ну как приходить к входу в дом еще раз покажу снаружи его вот так он выглядит сейчас будет съемка плохая потому что заходящее солнце будет сейчас вот так же в черновом виде останется крыша пока до следующего начала года потому что монтировать черепицу мягкую по минусовой или очень слабой плюсовой температуры нельзя поэтому просто закрылся контур дома для того чтобы голову не текло вокруг здесь еще будет очень много тут будет еще гараж кирпичный забор и много много чего еще раз говорю съемка сейчас будет не очень потому что снимаем против солнца это еще один из домов которые в этом году коробку которых мы такой даже не мы его начали где-то конце июля начале августа и вот сейчас под крышу примерно к новому году вышел частично недоделанную крышу но сейчас пишет некуда и кроечки все тут закончат не знаю что мне решение непонятно почему не на фасад эркер и навес террасой так решили хозяева и поэтому будет повторюсь последний раз значит фундамент ленточный где-то на одну пятую фундамента подвал фбс бетонными заливными углами после чего в два кирпича плюс утепления стены по фундаменту ленточному плитное перекрытие сборная с монолитными небольшими участками потом опять еще одно перекрытие сборная с большими уже монолитными участками и полуэтаж поднятый где-то с метров на 60 после чего собиралась крыша невысокая без всяких изломов так как площади так достаточно решили делать без всяких изломов ну качестве украшательства мезонин и эркер с навесом и верандой все всем спасибо вот еще решил снять вид с улицы то есть парадная часть дома вся во двор направлена вот это вид с улицы то есть ориентация дома сделано больше для удобства хозяев чем для парадного вида с улицы дизайн дома каком-то я не знаю староанглийском или скандинавском стиле мне кажется так то есть дом пароход с двумя трубами распластанный широкий приземистый такой основательный вот так он выглядит со стороны улицы